Всем привет, дорогие друзья! Это видео будет несколько эмоциональным. Просто впечатление от этого странного сезона. Представить, что мы окажемся вот в этой точке, с этим составом, с этим тренером, в июле прошлого года было абсолютно невозможно. Дальше, после этого, будут видео, где мы с вами поговорим обо всех новичках, о главных событиях, со знаком плюс, со знаком минус. Сейчас мне просто хочется выговориться и сравнить свои ощущения с вашими. У меня много засевших в голове мыслей, которые требуют, чтобы я их высказал. А вы пишите, что вы думаете, и какие эмоции вы испытываете прямо сейчас относительно сезона и почему. Локомотив завершил сезон. Шестое место. 48 очков. Разница забитых пропущенных 43 на 39. По всем параметрам это далеко не лучший, но и далеко не худший сезон. Просто средний, по результатам. Но сколько в нем было событий, я такого в локомотивской истории давно не припомню. Чтобы в одном сезоне локомотивом руководило три разных тренера, такое вообще бывало только один раз, когда Кучука сместил Божевич, затем Божевич ушел перед самым финалом, чтобы Кубок России выиграли Трио, Черяченко, Аганесян и Пашинин. Чем-то похожая история, кстати, получилась. Никому неизвестный Кучук провел отменный сезон и чуть-чуть даже не поборолся за чемпионство, слил решающий матч. Не очень хорошо стартовал в следующем, в том числе провалив Еврокубки. Потом пришел Божевич, которого не приняли болельщики, который играл в сексуальный футбол. Затем ушел и отдал команду молодым. Ну то есть вы понимаете, да, все эти аллюзии. Есть определенные нюансы, например, в принципах игры Гизделя и Божевича, это абсолютно полярные какие-то вселенные, и в мотивации их ухода. Но в целом история Локомотива любит всяческие аллюзии, иронии и отсылки. Этот сезон практически невозможно оценивать какими-то рациональными категориями. Главным образом потому, что впервые в России случилась ситуация, при которой результат, то место, которое ты занимаешь, оно не влияет вообще ни на что. Ну, если это места со второго по двенадцатой. Чемпионами все-таки стать престижно. Россию отстранили от Еврокубков, и это теперь наша новая реальность. 24 февраля болеть за набор очков лично мне стало очень тяжело. И на первый план стали выходить истории, которые раньше были на вторых-третьих ролях. Вылет нам не грозил, чемпионство тоже. Хотелось оказаться выше ЦСКА, но не вышло. В том числе и из-за того, что проиграли в личной встрече. Хотелось смотреть каждый матч с интересом, а не с обреченностью, какая бывала там и прошлую осенью, и год назад, и два года назад. И этого интереса было достаточно много. Только три матча из 12 лично у меня вызвали боль. Это поражение от Ростова, Зенита и Краснодара. В остальных Локомотив был вполне себе командой, за которую приятно болеть и переживать. Футболисты вызывали эмоции, даже какую-то отеческую гордость за юнцов. Ну, а что еще нужно-то? Результат, краеугольный камень российского спорта, вдруг оказался абсолютно неважен. Мне пришла на ум ассоциация, от которой я никак не могу отделаться. Кроме футбола, может быть, кто-то знает, я слежу за Формулой 1, в которой я мало что понимаю, но почему-то меня завораживают все эти машинки, катающиеся по кругу на протяжении двух часов. По степени экшена в последнее время это что-то близкое к матчу Урал-Уфа. Но в этих гонках есть правило. Как минимум один раз за гонку каждый пилот должен остановиться на питстоп и заменить шины. На это, разумеется, тратится какое-то определенное время, а каждая секунда в гонках на вес золота. Иногда, не очень часто, я бы даже сказал редко, на трассе происходит какая-нибудь авария. Гонка прерывается, и гонщики получают возможность заменить шин без потери времени. Бесплатный питстоп, благодаря которому можно отыграть множество позиций. Потому что ты не тратишь это самое лишнее время, которое другие потратили в иных обстоятельствах. Вот мне кажется, что Лока в этом году провел этот самый бесплатный питстоп. Многие команды вложились в то, чтобы добыть результат здесь и сейчас. Это и ЦСКА, и Динамо, и Спартак, и даже Краснодар. Они хотели вот в этом году завоевать места повыше. И в новом сезоне им всем предстоит строить новые команды с новыми тренерами, новыми концепциями в условиях изоляции России от мира. Это очень тяжелая работа. При этом результат, которого они достигли в этом году или не достигли в случае ЦСКА, не значит вообще ничего. Они не будут играть в Еврокубках, не получат денег за них. Вот Динамо проводила свой питстоп в прошлом году. И в этом году добилась бронза. Они могли бы играть в Еврокубках, и прошлый год был бы потерян не зря. Но, как мы понимаем, и прошлый год был в жертву принесен зря, и в этом году за свою бронзу они ничего не получат. Локомотив же по чистейшей случайности, это абсолютно не было запланировано, и ни в коем случае нельзя это ставить в заслугу руководства. Он пошел на перезагрузку именно в тот год, когда это было можно делать. Конечно, можно было бы сохранить Чорлуку, сохранить Криховика, потратить еще там 20 миллионов евро на очередных зелуишей. И даже можно было бы сохранить Николич, зацепиться, например, за медали. Но это все равно латание дыр скотчем, а не постройка устойчивой конструкции. И пришли бы мы ровно к тому же, чем в последнем матче РПЛ занимался, например, ЦСКА. Грустному прощанию с лидерами прошлого и необходимостью заниматься все тем же самым строительством новой команды. Локомотив сделал этот бесплатный пит-стоп и потратил год на строительство команды. Да, занял шестое место, но мог занять второе, мог одиннадцатый, это не изменило бы вообще ничего. Но теперь у нас есть Бека, который к концу сезона понял, как играет. Есть и Князян, который три последних матча подряд вполне обоснованно претендовал на звание лучшего игрока и даже включался в символическую сборную Тура. Есть Мампаси, который после первых очень сумбурных матчей, за которые его очень ругали и было за что, нащупал свою игру и уверенность. И в отличие от большинства соперников, нам уже не нужно строить новую команду. Мы можем ее просто дополнять, допиливать. Например, Раканьяцем, который добавит мощи в игре на втором этаже. Главная во всем этом проблема, это тренерская. И ее, конечно, надо решать. Во-первых, потому что разрешение работать тренером без лицензии Pro действовало только до конца этого сезона. Ни у Хапова, ни у Компера такой лицензии нет. А значит, вся эта история зит с тренерством подошла к концу. Компер шел работать помощником тренера, он получил хороший опыт, но все-таки, чтобы управлять командой РПЛ, ему нужно побольше опыта. Вполне верю и допускаю, что когда-нибудь мы посмотрим на него в финале какой-нибудь Еврокубка, как Спартакчи смотрят на Унай Эмери или Тедеско. Видно, что у него правильные ориентиры в жизни, и сам он вполне мыслящий и приятный парень. Но это будет когда-нибудь, не сейчас. Сейчас ему нужно учиться. Либо в немецкой тренерской академии, либо у какого-нибудь тренера, уже набившего шишки, будучи его ассистентом. Иначе так и будем качаться на волнах. То крутой матч Сочи, то поражение от краснодарских детей без единого момента у чужих ворот. Я тут еще раз заведу свою песню, вдруг Томас Батькович дослушает до этого момента. В «Локомотиве» есть тренеры с лицензией «Про». Если с Ласьковым и Пашининым вы не нашли общий язык, а Федоров показывает такие результаты, что хочется как-то проигнорировать факт его отношения вообще к «Локомотиву», то Максим Мишаткин давече завевал бронзу младежного первенства. При том, что всех более-менее играющих парней у него из клуба расхватали еще прошлым летом. Молодые пацаны, которые сегодня выходят в старте «Локомотива», будучи воспитанниками самого клуба, Сергей Бабкин, Максим Петров или Артем Карпукас, как ни странно, это не продукты казанки. Они попадали в основу, считай, напрямую от Максима Юрьевича. Ставить тренера из молодежки вообще не самая лучшая идея, особенно когда твой состав забит звездными легионерами. Для управления такими и тренер должен обладать соответствующим авторитетом, иначе его просто не будут слушать. А молодых пацанов, даже иностранцев, в принципе, может тренировать кто угодно, если у него есть соответствующий талант. Они его примут, если он адекватный, помогает им совершенствоваться и, естественно, добивается побед. Тем более, что, опять же, большинство наших ребят так или иначе с Мишаткиным пересекались в академиях «Локомотива» или «ЦСКА», где он тоже работал. В общем, я был бы счастлив, если бы это назначение состоялось. Ну и, в принципе, какое-то решение должно быть принято, и я надеюсь, что затягивать с ним не будут. Если затянут, значит будут принимать решение в попыхах. А я лично на это уже насмотрелся. Если посмотреть с холодной и отстраненной головой, то абсолютно все решения, принимаемые в Локом, в этом сезоне были довольно логичны. Иногда циничны, но, понятно, и логичны. Взять Рагника, взять игроков на нужные позиции, с нужными качествами, отпустить кого-то из игроков, нацелиться на молодых футболистов и их развитие. Та самая преснопамятная стратегия. Единственное, что невозможно объяснить, это тренерские решения. Как будто всем в Локомотиве управляет один человек, а вот тренерскими назначениями совсем другой. И вовсе не человек, а генератор случайных чисел. И это касается не какого-то одного решения, которое мне не понравилось. Они абсолютно все противоречили здравому смыслу. Сначала перезаключили контракт с Никольчем, с гигантскими отступными. Затем отправили его в отставку посреди тяжелого цикла и назначили Гизделя явно не того парня, ради которого нужно было что-то срочно делать, иначе уведут. Затем срочный отъезд Гизделя из Локомотива, который, конечно, руководство не могло предусмотреть, но, тем не менее, команду доверяют Кемперу, который решает практически полностью отказаться от всех идей Гизделя, которые наигрывались на предсезонке. Потом поспешное избавление от Ласькова с Пашининым. Зачем? Почему? Все это какое-то безумие, которое противоречило самим себе на каждом шагу. Вот именно такая лихорадка и вылилась в то, что Локомотив потерял очки там, где не должен был этого делать. Где-то не удалось забить решающий мяч, где-то Гильерме сделал передачу на Смолова уже после того, как тот перешел в Динамо. Кстати, как же я рад, что Смолов ушел с Локомотива в Динамо, не могу это не отметить. Если что, после перехода Смолова в Динамо Белые-Голубые набрали на 3 очка меньше, чем Локомотив. Мы набрали 20, а не 17. До перехода Динамо набрало на 8 очков больше. Не то, чтобы дело было только в Смолове, но все-таки как же я рад, что он больше не в Локомотиве, а я могу посмотреть на игру Кухты, который может не забить выход один на один, мы это уже несколько раз видели, или попасть в крестовину пустых ворот, как было в последнем матче, но все-таки это нападающий, а не памятник самому себе, установленный где-то недалеко от правого защитника во время нашей атаки. Год назад я испытывал гордость за клуб, за выигранный Кубок России, за победную серию, за яйца, которые были у команды, но при этом не уставал говорить о проблемах, которые требуют решения. Решения, а не прикладывания подорожника к больному месту вместо этого. Сейчас поводов для гордости не очень много, но зато я пребываю в большом предвкушении и это приятный момент, но вместе с тем очень тревожный. Большие ожидания порождают большое разочарование, если то, чего ожидаешь, не случится. Я верю в этот состав, более того, я верю даже в следующее поколение локомотива, я очень многого жду от ребят 2005 года рождения, которые вполне могут уже со следующего сезона врываться в основу, хотя бы эпизодически, но чем они хуже Худюкова. Если всем этим грамотно воспользоваться, можно построить, как это модно говорить, династию, чемпионскую команду на долгие годы. И будет очень больно и неприятно, если мы этот шанс, этот бесплатный пит-стоп, который нам предоставила судьба, просрем. Все, хватит болтать. С вами был Тим. Ждите новые видосы, они будут более предметные, более конкретные, уже по деталям сезона пройдемся. Поддерживайте эти видео лайками, комментариями, можете подписаться на меня на Boosty, чтобы получать какие-то дополнительные материалы и просто поддержать меня в моем творчестве. Ну а на сегодня все. До новых встреч!